Приветствую вас. Я, наверное, хочу сказать, что стыд, чувство стыда, это, в первую очередь, непринятие в себе, это, в первую очередь, отрицание, какое-то, отрицание, отвержение себя, своих достижений, своих заслуг каких-то, то есть, это вот ощущение, такое ощущение, что вот то, что есть у вас, то, из чего вы состоите, а вот на это вообще права не имеете никакого. Это такое, то, 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 то отрицание в себе, в себя и связано это, может быть, связано с, связано это может быть с расщеплением, расщеплением. То есть вы хотите быть одной, от вас всю жизнь, например, ждали другого, вот, и в общем из-за этого вам так сложно, за это вам стыдно. Есть, конечно, момент, связанный с тем, что вы как-то вот боитесь успеха, да, боитесь успешности. А вот почему-то выборить успешность. То есть, ну, для вас успешность может значить, может означать, какое-то вот, ну, какое-то предательство может быть. Вот. И так далее. Такая история. И запретный успех является одним из наиболее часто распространенных драйверов, драйверов, которые вообще бывают, вот, психологических драйверов. вы можете посмотреть в интернете, вот, вы можете в интернете так и написать, психологический драйвер за прет на успех, да. И вы, ну, на мой взгляд, вы просто разберетесь для себя в этом вопросе. Вот. Вы поймете, что это и поймете, что речь идет, в общем-то, исключительно только о том, что вы себе что-то запрещаете. Вот. по большому счету. Вот. Такая вот история. И, на мой взгляд, работает, работать, на мой взгляд, работать, нужно именно, вот, с этим необходимо. То есть, на мой взгляд, необходимо работать именно, вот, с тем, чтобы вы смогли, условно говоря, для, ну, перестать, запрещаться для успеха, перестать следить. Вот. Вот. Хотя, безусловно, это не главное, и, а, проблему, это, скорее всего, не решит вашу проблему. Вот. Потому что, стыд происходит еще, еще. Из-за того, что человек не выражает свою агрессию, не защищает, себя. Вот. И можно смотреть, и можно в этом направлении поисследовать, да? Можно в этом направлении поработать. То есть, посмотреть, в чем вы, где и в чем вы пропустили, пропустили возможность себя защитить. Вот. И когда и если это будет найдено и раскрыто, этот момент, я думаю, ваша проблема начнет решаться. Решапс. Так или иначе. На этом все, в принципе. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.